Победа в Великой Отечественной войне Означало, что советская экономика создала необходимый фундамент для этой победы Поскольку без вооружений, конечно же, такого технически оснащенного врага, как фашистская Германия, ее сателлиту победить было невозможно И я думаю, что опыт советской организации военного производства, он имеет не только историческое значение Не только значение того, чтобы понять, как 80 лет назад удалось разгромить такого грозного врага Этот опыт очень актуальный, потому что сегодня Россия осуществляет специальную военную операцию И в этой военной операции борьба идет непосредственно с бандеровским режимом Но этот бандеровский киевский режим опирается на экономический потенциал самых крупных капиталистических стран И прежде всего Соединенных Штатов Америки Поэтому эффективная организация современного производства – это требование победы в специальной военной операции И требование его успешного завершения И вот с этой точки зрения опыт прежнего поколения победителей становится очень-очень насущным И когда мы говорим о победе, кажется, что все шло как по маслу На самом деле, мы должны понимать, что военная промышленность испытывала, особенно в первоначальные годы войны в первоначальный период Труднейшие испытания Решала труднейшие проблемы С чем это было связано? Понятно, что Была потеряна территория, на которой в до иное время находилась треть промышленных предприятий В том числе, конечно, и предприятия, работавшие на оборону Это раз И хотя очень большинство предприятий были эвакуированы вместе с работниками Тем не менее, конечно же, избежать потерь производственных мощностей и кадровых потерь Связанных с потерей территории европейской части Советского Союза Значительной части европейской части Советского Союза избежать не удалось К этому добавилась еще и мобилизация Через Советскую армию и военно-мирской флот В этот период прошли 34 миллиона человек Разумеется, это люди трудоспособного возраста В том числе и из промышленности Хотя понятно, что наиболее квалифицированных рабочих Оставляли работать И была бронь То есть их освобождали от призыва Потому что они были необходимы на предприятиях И вот, несмотря на все это Несмотря на все это Советский Союз Наращивал выпуск вооружений И уже в 1941 году Вооружений было произведено на 45% больше, чем в последнем предвоенном 1940 году В 1942 году объем выпуска вооружений превзошел предвоенную уровень на 91%, в 1943 году на 100%, а в 1944 году, это был пиковый год по объему выпуска вооружений на 106%, то есть объем производства увеличился более чем в два раза И это не просто превосходство над предвоенном уровнем Этот рост выпуска обеспечил превосходство над объем выпуска Германии и ее сателлитов Уже в 1942 году Советский Союз произвел самолетов в 1,9 раза больше, чем Германия Танков в 3,9 раза Оруги в 3,1 раза Минометов в 23,5 раза Автоматов в 6,5 раз Вот таковалось оружие победы И если обратить внимание на эти цифры, то перелом в экономическом сражении с фашистской Германией состоялся не в 1943 году, как на фронте, а в 1942 году И вот этот экономический перелом, когда Советский Союз обеспечил превосходство в производстве вооружений И речь, конечно, шла не только о количестве, но и о качестве Он как раз обеспечил материальные предпосылки для коренного перелома в ходе самой войны Который, как мы знаем, начался по завершению Сталинградской битвы, то есть в феврале 1943 года Как же, несмотря на все эти сложности, удалось достичь такого роста выпуска вооружений? Разумеется, сказалось преимущество планового ведения хозяйства Конечно, планы составлялись и реализовывались не таким образом, как в двойное время Вы знаете, что с 1928 года Советский Союз развивался по пятилетним планам Была в этот период принята и успешно в четыре года выполнена первая пятилетка Затем пошла вторая, а вот третья пятилетка осталась не завершенной, так как началась фашистская агрессия в Советский Союз Вот с учетом того, что нам предстоял неподконтрольный фактор Конечно, на пять лет уже планировать было нельзя Но тем не менее, все крупнейшие фронтовые операции были подготовлены экономическим образом Поэтому, разумеется, плановое управление оставалось И оно осуществлялось очень и очень эффективно, обеспечивая успехи на фронте Очевидно, что очень большой интерес вызывает организация производства на самих предприятиях Потому что можно планировать какие угодно цифры, что называется, в Москве Но если это не будет подкреплено деятельностью миллионов работников заводов и фабрик, выпускающих вооружение То все эти цифры останутся на бумаге И вот для того, чтобы архитизовать, что происходило на предприятиях военной промышленности Советского Союза Я буду использовать прекрасный материал, подготовленный кандидатом исторических наук Иваном Алексеевичем Кламыковым Он рассматривает организацию военного производства в параллеле с сегодняшними днями Ну, а вы знаете, что сегодня эффективная организация производства характеризуется как бережливое производство Полагаю, что это неудачный термин Самое бережливое производство, это тогда, в смысле, сбережение ресурсов Это производство, которое вообще не начинается Тогда ресурсы, ну, если затрачивается, то постоянный капитал А так ничего вы и не тратите Лично нам все-таки надо ввести об эффективном производстве То есть о таком производстве, которое обеспечивает самую высокую производительность Вот повышение производительности, это и есть сбережение Сбережение и человеческих ресурсов, и сбережение материальных ресурсов Поэтому на самом деле речь пойдет об этом Но что делать, вот если сегодня в ходу этот не самый удачный, на мой взгляд, термин Характеризующий эффективное производство Так вот, как обеспечивалась эффективность производства военной промышленности Советского Союза Она обеспечивалась, прежде всего, благодаря использованию поточного метода организации производства Это означало, что оборудование выстраивалось по цепочке, по технологической Когда завершение операции на одном оборудовании Создавало исходный материал для операции на другом оборудовании И это осуществлялось одновременно Резко ускоряло производство, повышало производительность Ну а когда эти рабочие места соединялись автоматическими транспортерами То возникала конвейерная сборка Которая еще более ускоряла выпуск и обеспечивала повышение производительности Поточный метод, он был очень эффективным еще и потому, что не требовал высокой квалификации работников А в военные годы, когда состав рабочего класса в значительной степени поменялся И пришли на производство женщины и подростки Проблема квалификации стояла очень остро И, конечно же, за короткий период нельзя было подготовить высококолюцирные кадры в требуемом количестве Значит, надо было считаться с тем, какие работники пришли И вот поточный метод как раз предполагал выполнение на каждом рабочем месте самых простых операций С которыми могли успешно справляться в том числе и женщины, и подростки Не надо думать, что обошлось без обучения Вообще говоря, обучение на краткосрочных курсах, на рабочих местах прошли за годы войны Свыше 7 миллионов человек Поэтому производство производством, но для того, чтобы осуществлять успешное производство Людей надо было обучать, и это выполнялось 7 миллионов человек прошли краткосрочное обучение на заводах и фабрик И вот они вполне успешно работали в системе поточного производства Соответственно, была осуществлена перестановка оборудования по технологическому процессу Что требовало как раз организации, используя поточные методы Особое внимание уделялось запуску конвейеров И на первоначальном этапе туда переводили лучших работников Чтобы показать возможности этих конвейерных линий Внедрялось широким образом высокопроизводительные приспособления и нестандартные оборудования Несомненно, появление такого оборудования и таких приспособлений Было результатом массовой рационализации деятельности Действительно, рационализация охватила миллионы людей Инженеров, технологов, рабочих, конструкторов Которые вносили предложения Подчас кратно высвобождавших трудовые и материальные ресурсы Использовалось многостаночное обслуживание оборудования Трудились не просто за себя и за того парня Скажем, некоторые, и это было массовым движением Рабочие настолько оттачивали свое профессиональное мастерство И настолько применяли свои способности Что обеспечивали выполнение 10 норм Это было называлось движение тысячников Осуществлялся перевод станков на почасовой график планирования и контроля Разумеется, это характеристика высочайшей организации военного производства Перевод на такую графику означал, что не возникает проблем с поставками деталей на рабочие места Потому что если постоянно идут сбои, зачем нужен почасовой контроль И почасовой график планирования производства Это будет сплошное простое И все это теряет смысл И вся значимость организации производства в таких случаях пропадает То есть на самом деле это выражение того, что Сами поставки были организованы Очень эффективно И вот насколько известно, скажем, на заводе «Электромаш» в Нижегородском Который в годы войны выпускал направляющие для реактивных снарядов «Катюш» Был поминутно известен график движения комплектующих деталей Поминутно известен И я хочу обратить внимание, что вот такая четкая организация Синхронизация всех процессов во времени Обеспечивалась без использования того, что называют современными информационными технологиями Без интернета, без компьютеров Все это было результатом Я имею в виду такие выдающиеся достижения в организации производства Напряженного и ответственного труда Руководителей и всех работников в том числе Увеличение производства в разы, тем не менее, не означало, что снижалось качество Нет, вооружения должны были быть безотказными и эффективными тоже Поэтому усилился контроль за качеством И контролеры находились вот в этом потоке В потоке движения изделия И чтобы, так сказать, координировать всю эту работу на оборонных предприятиях Вводилась в должность главного контролера завода Которая эта должность относилась к номенклатуре Должностей Центрального комитета партии То есть вот какое значение Придавалось контролю качества И у Центрального комитета партии был высочайший авторитет Да, в конечном счете партия отвечала за организацию производства Как авангард рабочего класса Вот несмотря на боевые действия И несмотря на то, что фашисты бомбили Очень многие, значит, города И тем самым нарушали Старались нарушить работу и предприятия, и транспорт, и хозлов Тем не менее, достигалось равномерного планирования и уход от штурмовщины Кадры надо было готовить Известно Еще было Всегда, собственно, известно В доверенное время подчеркнуто Иосифом Виссарионовичем Сталином Что кадры решают все И кадры надо было готовить Так вот, проводилось обучение И партийно-технической конференции заводов по поточному производству Значит, перейти и организовать военное производство по такому принципу было очень непросто И здесь опять ударный фронт требовал внимания коммунистов Которые соответствующее внимание уделяли И ставили эти задачи, их успешно решали Все были нацелены, все работники, на снижение расходов и себестоимости И надо сказать, что эта задача успешно решалась И чтобы понять, насколько она успешно решалась Хотелось бы отметить следующее Что в 1942 году Индекс цен на продукцию оборонных предприятий Составил 75% от уровня 1940 года То есть снижение себестоимости на основании повышения производительности труда Массовой рационализации, сближение материалов, сырья, всех видов ресурсов Использовалось не для того, чтобы увеличить прибыль А для того, чтобы удешевить выпуск И вот смотрите, в 1942 году на 25% были понижены цены На оборонную продукцию И что это дало? А это, между прочим, дало, что вот в 1944 году Несмотря на то, что выпуск вооружений достиг максимум в военные годы Расходы государственного бюджета на Закупку вооружений На финансирование вооружений В относительном смысле Были снижены То есть их доля, доля этих затрат Затрат на вооружений В государственном бюджете была уменьшена Вот результат Понижения цен на Войную продукцию И уж никто не мог обвинить Советское государство, что оно Было заинтересовано В наживе На военных поставках Как мы видим Задача была другая Задача была другая Создать оружие победы И сэкономить государственные средства Вот в этом тоже появлялась Социалистическая природа Военной экономики Советского Союза Разумеется В годы войны Проявлялся трудовой героизм Создавались фронтовые бригады Например Из молодых рабочих Которые Выполняли Четыре нормы За смену И так и называлась Бригада четырех сотников Ну а стахановцы Заметьте Стаханов Это ведь Человек который Выполнился норм В 1635 году И это никуда не ушло Этот пример Был Притягательным И в годы войны Поэтому Людей которые Рекордно Переуполняли Производственные задания Тоже назывались Стахановцами Так вот Стахановцы Тыщники Выполняли по 10 норм В годы войны И надо Сказать что Здесь обращались Не только К горячему Патриотизму Советскому Рабочих Те кто Переуполняли Плановые задания Очень весомо Почтались Была специально Разработанная Система Почтений Которая Предусматривала Перевод Средств В значительной Части средств Сэкономленных В результате Повышения Производительности Туда В фунт Оплаты Вот Таким Образом Развивалась Советская Промышность Не надо Думать что Приходилось Обходить Можно было Обойтись Без каких-то Экстренных мер Что все Решалось За счет Производительности Труда Но как можно было Восполнить Такую Обыль Многомиллионную Производственных Кадров Только за счет Производительности Поэтому конечно же Приходилось Увеличивать И рабочее Время И Известно что Средняя Продолжительность Затрат Рабочего Времени В месяц На одного Работника В годы Великой Отечественной Войны Увеличилась На 22% И при всем При этом И при всем При этом Часовая Выработка В расчете На Каждый час Из этого Увеличенного Количества Отработанных Часов Часовая Выработка Увеличилась Тоже То есть Все-таки Главным Было Повышение Производительности Труда И Этот Рост Был Очень Заметным И составлял В 1942 Году 30% Потом еще Свыше 10% По Военной Промышности Я имею Повышение Производительности Труда Что Как раз И обеспечило Успешное Выполнение Производственных Заданий Итак Мы видим Что Конечно же Все эти задачи Решали Люди Люди Патриотично Настроены Люди Которые Не жалели Себя Не жалели Своих Сил Натрудились На пределе Своих сил И такой Труд Конечно же Предполагал Идеологическую И организационную Работу И организационную И логическую Если с организационной Вот более-менее Понятно Из того Что делается То Надо подчеркнуть Что Никакая Организация Не бывает Без идеи Ради какой Идеи Люди Вот так Самоотверженно И творчески Трудились Ради Высокой Идеи Защиты Советской Родины И Не надо Думать Что Все Все сразу Понимали Не готовы Были Идти На все Трудности Ради Вот этой Высокой Идеи Не надо Упрощать Картину Трудности Ведь они Остаются Трудностями И чтобы Их Преодолеть Нужен Соответствующий Настрой Решимость И не все В равной мере Такими Качествами Обладают Понятно Что душой Заводских Коллективов И не только Заводских Коллективов А всего Трудового Народа В годы Великой Отечественной Войны Были Коммунисты Коммунистической Партии Советского Союза Понятно Что коммунисты Выполняли Свою роль Прежде всего В Расстановке Кадров Как-то Ленин говорил Что Главное Это Подбор Людей И проверка Исполнения Вот В поле Зрения Коммунистов Были Самые Важные Проблемы Если Надо Было Внедрять Поточный Метод Это Была Непростая Задача Перейти К потоку В ситуации Когда Еще Не было Значительного Опыта По его Применению Значит Коммунисты Этим Занимались Вот Пожалуйста Партийные Технические Конференции То есть Лозунг Коммунисты Вперед Это Был Лозунг И Практика На самом деле Ведь Не Только На Фронте Это Была Практика И Работы В Оборонной Промышленности Где Коммунисты Показывали Пример Творчества Пример Самоотверженности И Поднимали И Вели за собой Производственные Коллективы Разумеется Вели большую Работу И профсоюзы Потому что Налово Обеспечивать Людей В тех Условиях Когда Фонд Потребления Резко Скоротился Надо было Помогать Семьям И Профсоюзы Всем этим Занимались Тоже Отметим Также Что Вот такие Тяготы Успешно Предливались Еще И потому Что Благодаря Партии Была Правильная Расстановка Кадров На ключевых Постах И мы знаем Что и В паркомате Вооружений На ключевых Постах Находились люди Моложе Сорока Лет И Большинство Директоров Военных Заводов Вступили В годы Великой Отечественной Войны Имея Возраст Меньше Сорока Лет Вот Эти люди Могли Не спать Ночами Эти люди Могли Выдерживать Гигантскую Непомерную Трудовую Нагрузку Для того Чтобы Обеспечить Успешное Производство И Вот Один Инженер Работавший На Красном Сорвое Посчитал Прикинул И посчитал Сколько Труда Пришлось На 4 года Войны В сравнении С мирным Временем И он Посчитал Что 4 года Военного Труда Где-то Были Эквивалентом 18 лет Труда В мирное Время То есть Один Год Войны Равен Более Четырем Годам Мирного Времени Да В смысле Трудовых Затрат Вот так Люди Трубились И Смогли Справиться С этой Нагрузкой Потому что Был Правильный Подбор Кадров Кадры Были Молодые Ну Кстати Говоря И Заводские Кадры Были Тоже Достаточно Молодые Вот Таков Значит В основных Чертах Опыт Работы Советской Военной Промышленности И Этот опыт Безусловно Имеет значение И сегодня Что у нас Сегодня имеется Вот Глава Государственной Корпорации Ростех Чемизов Рассказал О том Что За два Года Специальной Военной Операции Выпуск И Ремонт Танков Увеличен В 3,9 Раза Многократно Увеличен Выпуск Артиллерийских Снарядов И Снарядов Для Систем Залпов Огня Как мы Понимаем Массовый Переток Рабочей Силы Из Других Систеров Военный Сектор Не Стоял Хотя Конечно Переток Наблюдается Но Не кратный Это уж точно Абсолютно Значит Речь идет о том Что Осуществляется Эффективная Организация Производства И Надо подчеркнуть Что Для этого Были Определенные Предпосылки Вот После 2014 Года Когда Нашу страну Начали Душить Санкциями Экономическими Стало Понятно Что Пора Браться За организацию Производства Стало понятно Руководителя Страны Ну что Лучше поздно Чем никогда Давайте так скажем Памятую о предыстории 90-х годов Разрушения Промышленности И вот В рамках Этого курса На Организацию Производства Был принят Национальный Проект Который Называется Производительность Труда Если не ошибаюсь В 2018 Году И Те Кто Отвечал За этот Проект Пошли По пути Выявления Резервов Повышения Производительности Труда На производствах То есть Были созданы Специальные Команды Которые Проходили Обучение Сами Потом Учили Других Создавалась Так называемая Фабрика Процессов Где Люди Осваивали Эффективные Методы Организации Производства И В результате Этой работы К настоящему Времени Обучение Методом Эффективной Организации Производства Охвачено Сотни Тысяч Людей Практически Ну Если Говорить О Предприятиях Которые Участвуют В этом И Соответственно Об охвате Работников Которые Прямо Скажем Хотят Или не Хотят Но Вовлечены В эту Практику Счет Соответствующие Оборудования Оборудования Опять Удаление Лишних Процессов Опять Спрямление Движения То есть Собственно Речь идет О потоке Речь идет О том Что В широчейших Масштабах И с огромным Успехом Использовалось В годы Великой Отечественной Войны То есть Опыт Великой Отечественной Войны Пригодился Хотя Конечно Он пришел И передавался Непосредственно Не из рук Тех Кто Работал В годы Войны Но уж Очень много Времени Прошло С тех Пор Но Тем Не Менее Вот Эта Практика Теперь Возрождается Новыми Поколениями Работников И Это Очень Хорошо Разумеется Детали Мы не узнаем Что На каком Предприятии Оборонным Делается Конечно Не время Об этом Сообщать Но Все-таки Хотелось Бы Отметить Что Существуют Определенные Препятствия Сегодня Для Повышения Позволительности Туда Которых Не было В Годы Советской Эпохи Ну Например Скажем На одном Из Предприятий Города Горького Красная Этна Для Выпуска Очень Необходимого Для Фронта Продукта Не хватало 30 Единств Оборудования И Тогда Руководители Области Который Имел Право Принимать Такие Решения Принял Решение О том Чтобы Другие Предприятия Передали Это Было Раскидано Предприятиям Эти 30 Единств На Красный Йод Это Было Выполнено Как Так Могло Спокойно Произойти Как Могло Спокойно Произойти Передача Оборудования Санду Предприятия Другой Так Это Предприятия Были Государственные Это Были Предприятия Одного Собственника А теперь Представьте Себе Что Мы Сегодня Попробуем Сделать Что-то Подобное И Обратиться К Собственнику Частного Предприятия С тем Что Было Передано Не Продано А Передано Оборудование На Предприятия Оборонного Сектора И Что Можно Ожидать Можно Ожидать Что Собственник Этому Не Обрадуется И По Праву Частного Собственника Скажет С Какой Стати Собственника Все Это Я Должен Делать Не Звален На Это Пойдет Вот Она Через Сполосится Как Помните Укресенство Значит Мелкие Полосы Одного Хозяечка Другого Хозяечка Решали Крупному Эффективному Земледелию Так и Здесь Тоже Вот Эта Частная Собственность Вклинилась В хозяйственный Организм Как Занозы Сидят Во Всем Этому Теле Хозяйственного Организма И Теперь Попробую Объехать Эту Частную Собственность Для Того Чтобы Решить Крупнейшую Коренную Задачу Сегодняшней Военной Экономики Это раз Второе Вот мы Говорим Про Передовые Методы Организации Производства Так они Были Между прочим Известны Всем Передовые Методы Производства Я имею в виду Всем Работающим Заводам Разумеется Там Соблюдался И Войны Тайны Но Тем не менее Если Что-то Придумали На Красном Соруме То Неужели Это было Секретом Красного Сорума Секретом От тех Кто Производил Танки Скажем На Урале Да Разумеется Нет Наоборот Было Социалистическое Соревнование Которое Предполагало Гласность Которое Предполагало Не только Материальное Но и моральное Поощрение Поощрение Грамотами Благодарностями Красным Переходящим Красным Знаменем Государственного Комитета Обороны То есть Этот опыт Широко Внедрялся И в это было Превосходство Советской Экономики А сегодня Как интересно Предприятия Частные Которые Работают На Оборонные Заказы Они Охотно Делятся Своими Новасами В области Организации Производства Охотно Делятся Новой Техникой Это Наверное Большой Вопрос Ноу-хау Интеллектуальную Собственностью Собственностью Что только не Придумали За все Это надо Платить Нематериальные Активы Которые Ставятся На баланс И кто Это будет Свой Актив Безвозмездно Отдавать Другому Предприятию Вот Волна 5 Частную Собственность Создала Границы Для Эффективной Организации Военного Производства Точно Так же И Переход Работников Где-то Ведь надо Было И в Годы Войны Тоже Было Перемещение Работников С одного Предприятия На другое И сегодня Это Большая Проблема Потому что Если Частное Предприятие Будет Терять Работников То Падает Прибыль И кто И пойдет На это Даже Если Это Совершенно Необходимо С точки Зрения Обороны Способности Страны Значит Куда Не кинь Все В частности Собственность Помеха Эффективной Организации Военной Промышленности Значит Чтобы В полной Мере Использовать Достижения Советского Опыта Нужно По меньшей Мере Осуществить Национализацию Военной Промышленности В широких Масштабах Понятно Что Сейчас И так Уже Государственная Играя Здесь Определяющую Роль Но Тем не менее Вот Не нужно Этих Затыков Чтобы Их Преодолеть Нужно Национализировать И Спокойно Распоряжаться Ледяным Принадлежащим Государственным Имущенным Комплексом Без Без Этих Идиотских Коммерческих Тайн Без Этой Накрутки Издержек Ради Получения Прибыли Которые Вообще Говоря Наверка себя Проявляет Да И Собственно Было бы Страна И СМИ Проявляла Потому Что Если В экономике Центральный Банк Задает Цель Целевой Указатель По Уровню Инфляции То Как-то Себя Частные Компании Действующие Оборонным Сектор Тоже Чувствуют Ущемленными Когда Если Они Вдруг Откажутся От Практики Повышения Цены А как же Так Прибыль Вот Это Тут Есть Такое Глубокое Противоречие И Это Противоречие Надо Решать Конечно В интересах Укрепление Обороноспособности Значит Пора Кончать Эту Игру С Планируемой Инфляцией Ну и Значит Соответственно Главным Критерием В Точке Финансового Успеха Рассматривать Не Максимизацию Прибыли А снижение Себестоимости Снижение Затрат Ну и Уж По крайней Мере Значит Использовать Твердые Цены На Вооружение Закупка Вооружений Если Не получится Следовать Практике Советской Промышленности Военной Которая Как Мы Помним Практика Предполагала Понижение Отпускных Цен На Вооружение Значит Вот Что нужно Сделать С точки Зрения Собственности Для того Чтобы Возросла Эффективность Военной Промышленности В наши Дни Ну и Еще Хотелось Отметить Что Все Успехи Были Связаны С Самотверждностью Рабочих С Творческим Отношением К делу И не только Рабочим Но и работников И Еще раз Подчеркиваю Что это Не дар Неба Что это Результат Кропотливой Идеологической Организационной Работы Партийных Организаций Как Авангарда Рабочего Класса Которые И Лучше Всего Осознавал Интересы Рабочего Класса И готов К самотвержной Борьбе За эти Интересы И давал Пример Такой Борьбы Всем Товарищам Бел За собой Весь Трудовой Народ А кто Сегодня Занимается Воспитательной Работой В коллективах Хотелось Бы узнать Директора Директоров Мы понимаем Полон Рот Хлопот И в советское Время Они Не занимались Воспитательной Работой Они Ее Поддерживали Они Помогали Но Не Они Были Главными Организаторами Этой Работы Кто Тоже Был Партий Организация Партия Рабочего Класса Что Касается Современных Менеджеров То Еще Вопрос Какой Вообще Они Позицию Занимают Логическую Да И Учились Они По Американским Учебникам И Там В общем Отношение К рабочим Очень такое По меньшей Мере Снисходительное Да В лучшем Случа А так Вообще Презвительное Что Дескать То Вы Такие Вот С таким Отношением Конечно Очень Трудно Создать Атмосферу Самоотверженного Труда Который Предполагает Полное Доверие В производственных Коллективах К руководителям Уважительные Отношения А если Это Люди Которые Еще Вчера Кричали Не нравится Уходи Давай Давай Ты работяга То Конечно Это Тоже Препятствует Эффективная Организация Производства Значит Нужно Менять кадры На тех Кто Действительно Способен Сплотить Коллективы В работе Но Еще раз Говорю Что Даже Такие Кадры Управленцев Не могут Заменить Роль Партии Как Организаторы Идеологической Работы Ну Если посмотреть На существующие Партии Скажем День России То Это Партия Которая Занимается Выборами Причем Выборами Представителей Буржуазии В парламент Их В производственных Коллективах Нет Значит Если брать Коммунистическую Партию Российской Федерации То Тоже Они Не спешат Коллективы Потому Что В коллективах Ведь надо Заниматься Борьбой В интересах Рабочего Класса Отчетать Коллективные Договоры А Такой Резкий Выбор В пользу Рабочего Класса Не в интересах Скажем Финансирования Коммунистической Партии Российской Федерации Как По сути Избирательного Воспитательную Работу И Логическую Работу Вот Такую Работу По своему Потенциалу Способна Вести Рабочая Партия Россия Которая Оценила Происходящее Сегодня Как Борьбу Россия С американским Фашизмом Во внешней Политике На Украине И Которая Партия Имею Ввиду Призывает Своих И нацеливает Своих Товарищей На то Чтобы Использовать Все резервы Помышения И Но Не забывая Об интересах Рабочего Класса А вот Это Хотелось бы Особенно Подчеркнуть В годы Великой Отечественной Войны Когда Фонд Потребления Сократился То В массе Своей Все Стали жить Хуже И рабочие И нерабочие И колхозники И служащие А сегодня И в массе Своей Все Трудились Не покладая Рук Сегодня В ситуации Совсем Другая Поскольку Специальные Военные Операции То есть Военных Действий Достаточно Ограничены Достаточно Ограничена Что называется Работа На войну Ну вот Оборудовый комплекс Четыре с половиной Миллиона Человек Вообще Как мы знаем В экономике Занято Порядка Семидесяти Миллионов Человек А то и больше Даже больше То есть Небольшая Часть Значит Основной Сектор Занятых Работает В условиях Мирного Времени Без Какой-то Сверхнагрузки Без Понижения Зарплаты Без Ухудшения Жизненного Уровня Все продукты Можно купить Да Есть конечно Инфляция Но тем не менее Тем не менее В общем-то Все доступно Да И что же Получается Одни должны Сказать Кладь Жизнь Что называется На Алтарь Победы Я имею в виду Не только фронт Это там Это понятно Что буквально Смысл Кладь жизни А здесь В тылу На оборонных Предприятиях Значит Это давать все силы Отдавать В конечном счете Здоровье И в этом смысле Тоже конечно Кладь свою жизнь На алтарь Победы А другие Живут совершенно Спокойно Вот это Это не дело Конечно И здесь Надо поставить Вопрос Вопрос о том Чтобы Организовать Что называется Массовую Замену Или хотя бы Подмену Этих Действующих Рабочих кадров Значит Надо развернуть Массовую подготовку Молодых работников Это конечно Делается Но еще Вопрос В какой Степени Миллион Будет подготовлен Молодых Рабочих Только Через Несколько лет А у нас Скажем Студентов Вузов Четыре с половиной Миллиона Значит Это потенциально Вот Ну хотя бы Два миллиона Человек Которые могли бы Трудиться На Предприятиях Раз в неделю Скажем Если мы Начнем в школе Производственное обучение То вот дальше Таким образом Можно продолжить Это производственное обучение Это уже будет Не столько обучение Сколько Нормальная работа Но в течение Скрощенного времени Так чтобы Не препятствовать Получению Высшего образования Да Ну и тогда бы Полегче было бы Действующим Рабочим И тогда бы Понятно что Речь не идет О том чтобы Вот Таких Молодых работников Сразу отправлять На оборонные предприятия Там где требуется Большая ответственность Но можно было бы Отправить На те участки Производства Которые Не требуют Вот такой Очень Ответственной работы Где Работа попроще Я веду В смысле Своего функционала Коалифицированных Рабочих Из Секторов Куда придут Молодые работники Можно было Перекинуть Что называется Перевести В оборонный сектор Ну с оговоркой Что Вот здесь Надо конечно Проигнорировать Притязание Частной собственности То есть Вот это Можно было сделать И нужно это сделать И Конечно Это просто Напрашивается Потому что Нельзя Так Реонизовывать Экономику Что Четыре с половиной Миллиона Человек Головы не поднимают А другие Живут обычной жизнью Это Вообще Остропротиворечие Которое Передет к тому Что Люди Не будут Вот вести Эту Ношу Работы На Оборону Безропотно И Тогда Можно сорваться Их можно Полнее понять Потому что Это какая-то Сказать Еще Новый фронт Что называется Социальный Глубокого Социального Неравенства И социальной Несправедливости Если хотите Так вот Если говорить О Соревновании То Кто Будет Организовывать Соревнования На предприятиях Мы Видим Что Таких Нет А вот Рабочая Партия Россия Готова Организовывать Соревнования За Выполнение Производственных Заданий Да Но для Этого Нужно Чтобы Партия Была Представлена На всех Предприятиях Имела Сквей Организации И Здесь Конечно Речь идет О том Что Рабочий Класс Должен Конечно Сам Позаботиться О создании Своей Партии В том Что И для Успешной Работы Оборонной Промышленности В партию Приглашают Зовут И вот Я тоже Как Член Центрального Комитета Рабочей Партии России Своих Служащих Надеюсь Что есть И рабочие Своих Служащих Призываю Вступить В партию Для этого Надо ознакомиться С программой Суставом Все это Есть в доступе В интернете Вы увидите Что здесь Видно Речь идет А потому И всему Трудовому народу Но Никто В партию Тянуть В партию Тянуть Не будет Это не то Если кто-то Нуждается Чтобы его тянули Что называется Заставляли Значит Он еще Для партии Не готов Но Пора Рабочим людям Подумать о том Что Вот Без партии Просто страна Не выстоит Без партии Рабочего класса Я имею ввиду Потому что Чтобы страна Выстояла В такой схватке Где за спиной Бандеровского режима Стоит целый блок НАТО С огромным В общем-то Промышленным потенциалом Чтобы страна Выстояла Нужна Эффективная Организация Промышленности А чтобы была Эффективная Организация Это требуется Чтобы люди Очень ответственно Относились А чтобы люди Очень ответственно Относились И творчески Нужно чтобы Был пример Передовой Нужно чтобы Была Моральная Поддержка Это И организационная Тоже Это без партии Не выполнен Конечно Какие-то вещи Если говорить о материальной Аморальной поддержке Сегодня кажутся странными Ну например Значит Государственник Оборота Давал Красное знамя Да А сегодня Вот интересно Это Так поощряют Люди Красным знаменем А как-то Скать Не красным знаменем Поощрять Тоже странновато Я думаю Что это проблема Разрешима Потому что Красное знамя Это красное знамя Так чего же Победители Соревнования За достижения Для фронта Не награждать Знаменем победы Да И вообще Надо я думаю Что руководству Страны Сегодня считаться Тем что Рабочий класс По своей первой Это класс Коммунистический Поэтому Уважать То что Связано с символами Борьбы Рабочего класса И красных знамя Да И надо уважать Вождей Рабочего класса Тем более Что например Западные Сугово Враждебные Пресса Считают Что Президент Путин Значит Очень высоко Оценивает Сталина Ну Надо этого не стесняться Сталина Как будто Президент Путин А рабочий Класс Что Не оценивает Сталина А вообще Как можно Недоценивать Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Которые Разгромили Немецкий фашизм Да В этой Грандиозной Совершенно Схватке Советского Союза С Германским Фашизмом Значит Все основания Я думаю Что если уважать Сталина Значит Если Владимир Иванович Путин Будет Вести Такую же Титаническую Организационную Работу А он уже Много чего В этом плане Сделал И его будут Заслуженно уважать Ну это дело Верхов Что называется А вот Дело рабочего Класса Надо создавать Свою партию И надо создавать И оживлять Профсоюзы Чтобы В условиях Специальной Операции Обеспечить Интересы Рабочего Класса Чтобы Он был Материально Обеспечен Чтобы Напряженный Труд Был Компенсирован После Завершения Специальной Операции Немедленным Немедленным Сокращением Рабочего Дня До Шести Часов И Возвращением Участникам Вот Не только Специальной Военной Операции Но тем Кто трудился В таком Напряженном Режиме Пенсионного Возраста Выхода на пенсию В шестьдесят лет То есть Верните Эти пять лет Люди За годы СВО Как мы знаем Потратят Столько Своего труда Что Год работы В рамках Оборонного Комплекса В годы СВО Равен Двум-трем Годам Работы В мирное Время Так значит Надо вот это Признать И вернуть Пенсионный Возраст Прежний Шестьдесят лет Вот Все это Будет Осуществлено Я еще раз подчеркиваю Тогда когда Рабочая партия Россия Будет Действовать Активно Когда она Станет Массовой И я здесь Хочу сказать Что уже сегодня Она действует Активно Но эта активность Ограничена Тем что Пока еще Маловато Членов Партии Значит нужно чтобы Пришли Новые люди В партию Из производственных Коллективов Речь идет о том Чтобы Тысячи Были в рядах Рабочей партии Россия Вот тогда Даже в наше время Даже в буржуазное время Будет Использовано Очень многое Значительно больше Чем сегодня Из ценного Опыта Организации Эффективной работы Промышленности В годы войны А использование Этого опыта Совершенно необходимо Для победы Специальной Военной операции Так давайте Приблизим Эту победу Спасибо за внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому